Четвёртый год подряд Севастопольский дворец культуры Рыбаков совместно с Департаментом культуры города организует конкурс талантов для особых ребят «Подари мне детство». По традиции в День защиты детей на сцене торжественно вручают награды его победителям и лауреатам, а после проходит большой гала-концерт. Чтобы порадовать маленьких гостей, в фойе здания подготовили настоящий праздник. Ребят встречал весёлый клоун, а ещё можно было посетить мастер-классы. Сегодня, в День защиты детей, мы традиционно проводим этот праздник, инклюзивный праздник, где у нас собираются обычные детки, особенные детки, и вместе они делают пряники, расписывают пряники, делают семейное дерево. У нас будут клоуны, у нас будет настоящий чебурашка. Мы долго вели с ним переговоры, это очень занятой персонаж, и вот он приехал к нам на праздник, чтобы поздравить наших севастопольских особенных детей, обычных деток, простых деток. Важно особенным детям находиться, где и в СОСУ, и где здоровые дети. Они смотрят на них, они чувствуют себя более раскреплёщёнными и увереннее в себе. Это даёт им силу, уверенность, родителям счастья. В этом году конкурс стал ещё более масштабным. В нём поучаствовали 216 детишек не только из Севастополя, но и из Симферополя и Евпатории. Появилась и новая номинация. «2024 год объявлен президентом Годом Семьи, и мы, конечно же, не применули отметить этот момент, и ввели новую номинацию, у нас было шесть номинаций, и в этом году у нас новая номинация «Моя творческая семья», где особенный ребёнок и его близкие готовили творческий номер. Это потрясающе». Малыши с ограниченными возможностями здоровья нередко находят себя в творчестве. Рисуют, поют, танцуют, играют на музыкальных инструментах и добиваются успеха в своих увлечениях. В этом, несомненно, огромная заслуга родителей, которые верят в своих детей. «Наши дети, дети, которые с особенностями, которые творческие, очень ожидают этот праздник. Для них это ступенька в их жизни. И очень радостно, что родители, понимая это, поддерживают своих детей, делают всё возможное, развивают их творческие способности, даже сами заканчивают специальные учебные училища, понимая, что им это надо для того, чтобы продвигать своего ребёнка». Родители конкурсантов уверены, занятия творчеством помогают детям с инвалидностью проявить себя и развить коммуникативные навыки. «Я всегда говорю, что творчество – это тот самый нежный реабилитолог и лекарь, который ни один медик так не может помочь, как это делает творчество. Почему? Потому что нет напряжения вокруг, нет медицинских халатов. Ребёнок находится в комфортной среде, занимается тем, чем ему нравится. И, конечно, мы видим колоссальные результаты. У нас лично наш вокал – это, не знаю, кто для чего поёт, это стимуляция ходьбы, мотивация, стимуляция. То есть, чтобы на сцену нам пройти, нам действительно надо встать и выйти». Участница конкурса «Подарим мне детство» Валерия Гулиева не может ходить, но прекрасно поёт. Девочка рассказала, что очень рада показать свой талант гостям гала-концерта и надеяться на победу. «Конечно, я буду радоваться, я в восторге буду. И мама будет счастлива, и папа будет счастлива. Я пою с трёх лет, мне очень нравится этим заниматься. Я выступаю с «Белым корабликом» с песней «Дружная Россия». Там ещё моя мама будет петь «Синёкая Россия». Это песня про Россию, кстати. Она вышла уже на Ютубе. Ну, можете посмотреть. А до 10 июня на втором этаже Дворца культуры рыбаков можно увидеть выставку рисунков и работ детей с ограниченными возможностями здоровья. Вход свободный. Жанна Тарасова, Дмитрий Лилека, Севен Форумбюро.